Эй, Ёвчукова, ребята, всем привет! С вами, как всегда, Градус, вампир и оборотень Настя. И сегодня у нас будет прокачка вампира до максимального уровня. Да, всем привет. Вы уже знаете, что Настя прокачалась до максимального уровня и может превращаться в мега-оборотня. Вот, Настя, собственно, превратилась, показала. Даже уже не помещается у нас в логове здесь. Смотри, Градус, я не могу даже выйти через одну дверь, мне нужно открыть вторую, чтобы я прошла. Я столько Настя уже стала огромной. Кстати, нам там писали в комментариях, чтобы ты попробовала взять за маленького оборотня. А ну, превратись в волка маленького. Настя, попробуй взять алмаз в правую руку в облике оборотня. Ничего не поменялось? А что должно поменяться? Мне говорили, что у тебя будет из-за хвоста торчать предмет. На, фейк, развели нас, ладно. Настя, только, пожалуйста, верни мне алмаз и мы продолжим. Настя, ты куда ты? Настя, Настя, верни алмаз! Значит, ребята, цель сегодняшнего ролика прокачаться до 14 уровня, поскольку я только седьмого уровня. Для этого мне понадобится больше ста сердец, около семи книг и очень много чистой крови. У меня есть чистая кровь пятого уровня, но ее слишком мало. 14 человеческих сердец, это должно хватить на один ритуал. И одна только книга. Да, вот она книга. Я смогу прямо сейчас провести один ритуал, но это все равно мало. О, у меня еще 5 человеческих сердец осталось в алтаре. Но у меня закончилась чистая кровь. Настя, что будем делать? Верни алмаз! Я не рада, что у тебя глаза барахлят. Как? Они то светятся, то не светятся, то какие-то помехи. А, я вижу, да ладно, то бывает. Настя, верни алмаз, Настя, верни алмаз. Алмаз? Оставляй себе, так уж и быть. Ребята, вы просто невероятно быстро набираете лайки, поэтому в этот раз я снова прошу 23 тысячи лайков. Если только этот видос набирает 23 тысячи лайков, то мы с Настей сразу идем записывать следующую часть. А также не забывайте подписываться на канал, кто не подписан. Всех люблю, всех целую, продолжаем. Настя, что я могу сказать? Значит, мне нужна будет твоя помощь. Я буду добывать человеческие сердца. Также мне понадобится чистая кровь. И книги вампиров. Все, Настя, я вылетаю уже в лес. Сейчас начнем добывать чистую кровь. Нам понадобится очень много. А от второго уровня до пятого. Нет, пятый уровень у меня уже есть. От второго до четвертого. Если что, если мы не сможем найти каких-либо баронов, то мы сможем выторговать у жителей вампиров с помощью сердец. Настя, все, я уже близко. Я вижу маленького миньончика. О, я вижу, как ты прыгаешь за километр. Где-то здесь должен быть барон. Барон третьего уровня. Настя, беги быстрее ко мне. Так, еще у тебя по запаху где-то. Начинаем тогда вместе атаковать его. Мы с тобой не трогаем бароном второго уровня и третьего. И тут, кстати, оборотень откуда не возьмись появился. Я убила его. Ты взяла чистую кровь? Кстати, кровь третья из пяти. Мне еще немного понадобится кровь второго уровня. Потом третьего и четвертого. Пятая у нас есть. Она нужна всего лишь одна. Я продолжаю поиски. Меня уже преследует тем временем два оборотня. Градус. Я нашла пятого уровня барона. Так, что? Я подлета, я подлета. Я скинула с дерева. Настя, я предлагаю убить его вместе. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Три, четыре, пять оборотней. Откуда вы все взяли? И все они преследуют. На мне какие-то плохие эффекты на 40 секунд. Это ужасно. Это просто если оборон попал своей кровью. Стоп, Настя, а зачем нам его убивать, если нам не нужна кровь пятого уровня? Как это не нужна? Настя, забудь ты об обороне пятого уровня. У меня есть кровь пятого уровня. Я тебе уже говорил. Нам нужно всего лишь найти вторую, третью, четвертую. Так что предлагаю разделиться, найти этих баронов и поубивать. Я думаю, мы справимся с другими. Они не такие сильные. Да сколько можно меня преследовать? Настя, убей этих оборотней. Я уже не могу. За мной целая стая. Кстати, Настя знала, что у вампиров есть классная способность. Они, поскольку не дышат, они не умирают под водой. Нет, не знала, кстати. Так, у меня вот получилось заманить одного барона вампиров в ловушку. Там где-то еще рядом барон вампиров третьего уровня. Но я его трогать пока что не буду. Убиваем пока что этого барона. Ну, в принципе, убивать его таким образом не слишком сложно. О, все, готов. Один есть. Так, у меня уже есть чистая кровь второго уровня две штуки. Так, мне нужно, конечно, побольше. Еще одного словил, ой, мелкие все-таки мне мешают. Я тут закопал уже барона полностью в землю. Градус, я только что сражалась с бароном четвертого уровня, и я смогла его победить. Отлично, и как вообще у тебя успехи по добыче крови? Я уже почти убил второго барона. Ну, уже неплохо, потому что я нашла еще одного третьего уровня. Главное мне сейчас добыть еще парочку штук четвертого уровня. Но у меня пока что только мелкие появляются. Ага, отхилился. Все, я смог его убить. Настя, сколько? Я уже не летаю, я никак не могу найти барона вампиров. Стоп, что? А что это здесь за хрень такая? Что там такое? Тут валялась чистая... Тут валялась на полу чистая кровь пятого уровня. Откуда? Возможно, бароны друг друга убили и ушли просто. Я продолжаю летать, искать баронов. Настя, как твои успехи? Я сразилась с двумя баронами третьего уровня. Я предлагаю еще немного поубивать, поискать баронов, и потом уже вернуться обратно к нам на базу. Корова, она меня атакует. Ты забыла, что это лес вампиров, тут даже животные вампиры? Да, забыла. Но вот животных я впервые встречаю, если честно. А как же те, которые я заманил себе в логово и превратил вампиров? Их забыла? Именно в живой природе. Я убиваю сейчас последнего барона вампиров, которого вообще видел в этом лесу. Я его и кусаю, и бью, и кусаю, и бью. Сколько у него миньонов? Это просто невероятно. Почему у него так много сердец? У меня голод, мне нужно съесть человеческое сердце. Убил, 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 убил. Настя, как там у тебя успехов? Сколько ты добыла чистой крови? Подожди, я сражаюсь. Где? Я должен тебя найти и помочь тебе. Я с бароном и маленькими баронятами. Сейчас, все, я уже лечу. Настя, я, походу, поздно к тебе прилетел, если ты его уже убила. Ну ладно. Я уже добыл довольно много крови. У меня есть даже чистая кровь пятого уровня, которая мне не нужна. Ну, первый уровень тоже мне не нужен. У меня есть 7 чистой крови второго уровня, третьего уровня, 3 штуки и 2 четвертой. Надеюсь, мне этого хватит. Если нет, нам придется возвращаться сюда и снова фармить. Это очень много времени занимает, ребят. Все, Настя, я полетел на базу, жду тебя. О, я нашел ведьмин домик. Залечу-ка я к ней в гости. Проверь, как она поживает. Ну что, бабулька, как твоя жизнь молодая? Что, где пирожки? А, она меня, она меня отравила. Убить, убить ведьму, убить ведьму. Ведьма пошла отсюда, вон, все, убил. Наглая женщина. Ну, я к ней в гости, там, с добротой душевной. А то я у нее забрал котел и грибочек, и горшочек. Настя, это был первый этап того, что мне нужно было сделать. Сейчас продолжение, и это добыча сердец из охотников. Я вот здесь делаю отдельную полку для всего. Все нужно мне для ритуалов. Настя, ты скоро там добежишь уже до меня? Да, да, градус, я уже бегу. Рассказывай, сколько у тебя там крови? Чистая кровь первого уровня 2 штуки. Третьего уровня 6 штук. Ого. Четвертого уровня 2 штуки. И второго уровня 1 и 2 пятых. А я уже могу прямо сейчас провести один ритуал, как минимум. Так и сделаем сейчас. Ставим сюда чистую кровь, и начинаем ритуал. Погнали. Я почитал комментарий и решил поставить четвертую колонну, прям как вы и говорили. Но пока что я смотрю, она не нужна для ритуала. Надеюсь, я все-таки не зря ее поставил. Еще один уровень, и я прокачиваю новый талант. Кровавое зрение. Настя, еще один уровень, и меня начнут бояться криперы. То, что я и хотел вообще уже давно прокачать. Так это же прекрасно. Да, да, да. Только для этого нужно будет больше человеческих сердец и проблемка. У меня закончились все книги, поэтому я отправлюсь по деревням искать в домиках охотников на вампиров именно книгу вампиров, потому что там у них часто они спавнятся. и добыть как можно больше сердец из охотников. Да, я уже этим и занимаюсь по пути. Сколько у тебя уже сердец есть? У меня только два сердца. Я потратил на ритуал 10. Самый последний ритуал требует очень много сердец. 35 штук, представляешь? О, что так много? Да, потому что это максимальный уровень для прокачки самых сильных способностей. И мне понадобится как можно больше талантов, чтобы победить барона в честном бою. Честный бой подразумевается то, что я нигде его не закрываю, просто остаемся мы один на один. Так, я нашел пока что одно логово вампиров. Еще ж можно у жителей торговать предметы. Если нам чистой крови не хватит. Ай, блин, меня охотник такой... Блин, этот охотник слишком больно бьется, поэтому мне придется по-быстрому забежать к нему и забрать у него вещи. И забираем, забираем. Все, все получилось у меня забрать. Так, 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 уходим. Уходим, уходим, уходим. И ищем следующую деревню сразу же. Вот он, собственно, тот старый спавн, на котором я добывал сердца. Но мне нет времени сейчас это делать. Настя, сколько у тебя уже сердец? У меня уже 23. Серьезно? Так много, так быстро? Так, я нашел еще одну деревню, но она, к сожалению, принадлежит охотникам на вампиров. Будет непросто. Но мы сейчас справимся с этим. Так, интересно, может у него что-то есть полезного здесь? Да, ничего особенного, только хлеб и броня. Ладно, броня, кстати, пригодится, можно ее надеть. Ботиночки. А где домик охотника на вампиров? Да быть такого не может. У них нету дома охотника на вампиров. Походу это правда. Придется лететь дальше, искать другие деревни. Блин, градус я уже набила. 43 сердца. Понимаешь? Я пока что тоже там нашел только две книги вампиров, и то в одной деревне. Во второй вообще не было дома. Сражалась, пойду теперь в шахту. Настя, я нашел еще один дом. Опа, надеюсь, тут мне повезет. И, блин, он снова принадлежит охотникам на вампиров. Серьезно? Тут должно быть что-то полезное. Кстати, тут очень интересная генерация деревни. Проголодался, поэтому... А, я не могу пить их круай. О, алмазная кунская броня. Ой, я еще рядом нашел деревню. Так, я вижу охотника. Значит, где-то рядом будет его дом. Дом охотника. Дом охотника моя главная цель сейчас. Так, есть, еще две книги. Еще две книги. Мне понадобится еще три. Это, в принципе, сделать несложно. Поскольку там я вижу еще одну деревню. Возможно, мне просто повезет на месте. О, эта деревня принадлежит вампирам. Шанс того, что здесь есть этот охотник еще меньше. В принципе, в теории здесь может быть что-то такое. Мне кажется, вряд. Таблочки, хлеб. О, штаны подойдут. Штаны неплохо. Так, я со скоростью соберу полностью. Железный сет, просто летая по деревням. Градус. Что такое? Я нашла алмазы. Алмазы? Собираю. Мы, кстати, сколько уже их не видели с тобой? Да. Вот, пять, шесть штук. Вау. Прям балдеж. Так, я еще вижу в поле одну деревню. Надеюсь, повезет в этот раз. Так, ну это нейтральная деревня. И, к сожалению, я не вижу здесь домика. Походу, здесь никого нету. Настя! А? Я нашел в сундуке у обычных жителей четыре алмаза. Ну, кучу железа, ладно, с ней четыре алмаза. Мне кажется, лучше не по шахтам лазить, а просто по деревням летать. А откуда у них? Я не знаю, наторговали. К сожалению, эта деревня тоже получилась не самая прибыльная, так сказать. В ней книг даже нет. Но здесь есть лук, есть стрелы, есть все для охоты на оборотни. Самого оборотня у них, конечно, нет уже. Я думаю, еще пару деревень точно я смогу найти. Оп, вижу вампирскую... А, и вампирская деревня. В ней я точно ничего нормально не найду. Но в кузницу думаю залететь. Какой шанс, что в вампирской деревне будет охотник на вампиров? Вообще есть такая вероятность? Еще алмазы. Раз, два, три, четыре, пять, пять, семь. Так что, мы, Настя, заживем красивой жизнью? Семь. О, как же это здорово. Ну все, я понял. Значит, можно уже будет накрывать на стол и праздновать алмазы. Уже, знаешь, вижу, как выстрою себе дом из алмазных блоков. Прям... Так и зажраться можно. Ой, как же я устал просто так летать. Надо немножко крови выпить. Прощай, свинка. Настя, опа, я еще одну деревню нашел. И тут какая-то разрушенная деревня. Вообще, очень странно, тренер-охотник плавает вообще, у него половину дома нету. Так, ну деревня никому не принадлежит. Просто посмотреть, что в сундуке. Забираем, что у них в сундуке. Смотрим, книга вампиров. Одна всего лишь. Ну ладно, это тоже неплохо. Забираем железо. Вампирская кровь. Кстати, а куда нужна вообще кровь вампира? Потому, я ее не помню вообще, чтобы применение было. Возможно, она нужна только охотникам. Так, ну это мне не понадобится. Фух, противно. И, блин, еще две книги. И я смогу получить... Ай, Анастя, еще нашел два алмаза. Эти жители просто такие богатые. Так, кто больше найдет алмазов? Я накопаю или ты в деревнях? Тут прокачанный охотник. Берем вампирскую ярость. Так, регенерация. Так, я просто жму все кнопки, которые есть. Я убил его. С него выпал только чеснок. Полезно, ой, не могу. Так, я, пожалуй, в шахте накопалась. Тогда предлагаю тебе еще подобывать человеческий сердец, потому что нужно еще штук 60. Ладно, Настя, я закапываюсь. Мне хочется книги поискать. Книги поискать? Ну, можешь тоже деревню поискать и там найдешь. А я тогда могу вернуться к нам назад, но придется все равно ждать где-то день. Я не верю своим глазам. Мне так повезло, реально, дождь начался. Ха, все, я могу летать спокойно. Я могу спокойно летать. Круто. Еще одна деревня. Еще одна деревня очень близко. Так, это домик охотников на вампира или нет? Нет, это не домик охотников на вампира. Вот он дом. Вот он дом. Ннимаемся повыше, чтобы он до меня не достал. И, серьезно, нет, ничего. Постой, сундук. Ты меня разочаровала хоть пока. А что, интересно, у них в кузнице? А, ну, у них только железный медь, железные штаны. Ну, бедная деревня, бедная. Ни книг нету, ни алмазов. Ладно, самое время возвращаться обратно домой. Насколько Настя решила отправиться сама в путешествие за книгами. Хотя... Не, я все-таки испытаю удачу и слетаю в последнюю деревню. Давай, Настя, посмотрим, кто быстрее найдет книгу. Последнюю, так сказать. Мне бы деревню еще сперва найти. А их тут на каждом шагу просто полно. Просто... А, ну да, я забыл. Я же летающая мышь, я пока летаю вижу больше. Да, а я плаваю дольше. Обычно деревня никому не принадлежит, ни охотникам, ни вампирам. Чего? Что? У него завалило пол дома. Ты бы видела, Настя. У него просто такая генерация дома была, что половину засыпало. И между нами сейчас стена. Я могу спокойно открыть сундук. И была, не была? А, всего лишь одна книга. Ну, ладно, это хоть что-то. Еще одна осталась. Спасибо, охотник. Прощай, охотник. Да, сложная себе челлендж установила. Прокачаться до максимального уровня за одну серию. Пускай я уже и в начале серии был седьмого уровня, но это достаточно мало. Потому что самое сложное как раз начинается именно с пятого. А я прокачал всего лишь два. Никак не могу найти последнюю деревню. Ребята, мы нашли последнюю деревню. Очень сильно надеюсь, что это последняя. На, это пустая деревня. Она нам не подходит. Ладно. Так, еще одна деревня. Но в этот раз деревня охотников. По-любому в деревне охотников должен быть охотник на вампира. Это будет нонсенс, если его здесь не будет. И я смотрю, тренер охотников. Да, есть, 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 повезло. Так, теперь надо бы забежать к нему. Да, последняя книга. Наконец-то. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Все, у меня семь книг. У меня семь книг. Надеюсь, этого хватит. Если этого не хватит, Настя. Ладно, пора отправляться домой. Все, наконец-то, наконец-то, наконец-то мы дома. Настя, дай-ка, пожалуйста, мне всю чистую кровь, которая у тебя есть. О, это будет долго. Так, пойду смотреть. Я пока что сложу все элементы ритуала в один сундук. Ага, значит, одна книга, вторая книга, третья, четыре, пять, шесть, семь. И еще у меня есть шесть алмазов. О, ты что за мыслишь? Фух, не пугай меня так. Так, так. Чистая кровь, чистая кровь. А что ты мне по одной? О, сейчас я просто в нее душу буду делать. Так, чистая кровь первого уровня не нужна мне. Чистая кровь второго уровня. Так, четвертая и третья. Ну, девять штук, неплохо, солидно, солидно. Теперь, Настя, пожалуйста, дай мне, ты кажется, добыло сколько, 30, 40, я помню, ты говорила 43 человеческих сердца. Так еще и там лежали какие-то, сейчас я поищу, в общем. Я нашла у себя, получается, стак и одно сердечко. А, это у тебя всего или что, я не понимаю? Да. А ну, скинь мне все сердца. Держи. Ого, откуда у тебя так много? Подожди, это 43, ты еще добыла? Они у меня лежали недавно дома. То есть ты еще несколько штук нашла у себя в сундуке, неплохо. Ого, у тебя до сих пор тут алмазы лежат, вообще, все без дела, куча железа. Так, это у меня лежат. Хорошо, хорошо. А, то есть ты у меня воруешь так без проблем. Ну, я одолжила, скажем так. Ладно. Чтобы потом приумножить. Китрая, Настя. Так, ну у меня уже есть некоторые элементы ритуала. Сейчас я прокачаюсь, насколько смогу. Это где-то уровня 4. А, да, я же забыл, надо ночью, поэтому я спать. Спокойной ночи, Настя. То есть, то есть, день. Да когда я уже привыкну говорить, спокойный день. Доброй ночи, Настя. Продолжаем проводить ритуалы. Кладем сюда целый стак, а теперь книги. И начинаем. Это девятый уровень. Поехали. Все, девятый уровень есть. Прокачиваю талант, избегаемый криперами. Отлично. Еще два уровня до телепорта. Дальше, наверное, буду прокачивать эту. Девятый уровень у меня есть. Теперь мне нужна чистая кровь третьего уровня. Кладем книгу. Прокачиваемся дальше. О, теперь нужно 4. Да, я вижу, оно все 4 столба нужно для прокачки этого уровня. Все-таки ваши советы в комментариях, ребята, мне очень помогли. Отлично. Десятый уровень уже у меня. Мне кажется, мы с тобой добыли даже много чистой крови. Даже лишнее есть. Так, перспектива. Вылечивает расстояние появления тумана в вампирском лесу? Нет. Позволяет дополнительно обнаружить объекты с ядовитой кровью. Берем. И один уровень до телепорта. У меня все есть. Погнали. Я прокачиваю телепорт. Я знаю, как он работает. Он не сильно много дает телепорт. Но все же, сам по себе талант прикольный. Структура неверна для этого ритуала. То, что я и боялся. Походу, мне понадобится больше колонн. Все, теперь я сделал максимальное количество колонн. Я посмотрел обзор. Для максимального уровня понадобится именно столько. Поэтому нам нужна уже чистая кровь четвертого уровня. Кровь четвертого уровня. Чистая кровь четвертого уровня. Вот она. Есть. Капец мы с тобой много лишней крови подобывали. Ладно. Лучше больше, чем меньше. И нужен уже 12 уровень. Хочу 12 уровень. А какие я таланты сейчас могу прокачать тогда? Если я уже выкачал телепорт. У меня еще три таланта осталось. Это могу два, три. Заряд темной крови могу прокачать. Или раз, два, три. Бережливый вампир уменьшает вашу жаду крови. Наверное, все-таки я прокачаю вот это. Позволяет более эффективно высасывать кровь и останавливать в нужный момент. Также увеличивает урон от укуса. О, больше буду наносить урона. Тут можно как-то сбросить умение. Ну, наверное. Сбросить умение. Сбросив умение, вы потеряете один уровень. Хотите продолжить и сбросить ваше умение? В теории, ребята, давайте так. Я попробую побегать со способностями, которые у меня есть. И если вы захотите, мы сбросим умение. Пожалуйста, напишите в комментариях, что мы будем менять умения или нет. А тем временем нужно всем человеческий сердец. Настя, нужно добыть немного сердец. Ааа, я как раз этим занималась. Какое же ты чудо. Сколько у тебя есть? Мне понадобится еще где-то 55. 55? У меня 51. Ааа, ну в принципе неплохо. Ладно, я тогда тоже пойду подобываю немножко. Или можешь возвращаться? Я думаю, я сейчас быстро набью. Убиваю охотника. Из него ничего, конечно же, не падает. Зато меня скелет убивает. Где все охотники? Почему вампиры просто смотрят? А, вот, да, крипер меня боится. Теперь я могу не бояться криперов. Что, ты сбежишь от меня, да? Да? Ничего мне не сделаешь. Знаете, ребята, если вы ударите крипер, то в таком случае он начнет взрываться. Он перестает вас бояться и, как бы, ему только остается, что взорваться. Еще вижу охотников. Так, я, наверное, полечу к третьим охотникам. Настя, ты уже вернулась домой? Нет еще, я нашла очередной вампирский лес. О, это хорошо. Запомни, где он находится, может пригодиться. Я выбил одно человеческое сердце. Все-таки, в конце концов, решил я немножко добыть этих сердец. Хоть у меня урона и меньше, чем у Насти, но все же. Надо тоже этим заниматься. Так, два. Два сердца есть. Все, у меня уже охотники боятся, убегают. Здесь еще два охотника появилось. Ну что, подеремся, парни. Атакуем, атакуем, атакуем. Убиваем. Три. Три человеческих сердца есть. На самом деле, они как-то быстро очень добываются. В прошлый раз нам не везло очень сильно с Настей. Они выпадали, но действительно мало. Четыре. Все, готово, Настя. Значит, жду твои сердца. Все, есть. 55 сердец. Отлично. Ну, я думаю, этого хватит. Осталось всем человеческих сердец. Книга. Приятного аппетита, Настя. Спасибо. А я продолжаю ритуал. Уже 13 уровень. Почти предпоследний. Предпоследний уровень. И круто. Я не думал, что докачать до такого уровня за одну серию. Так, добиватель. Я не знаю, что делает этот талант, но я хочу получить заряд темной крови, чтобы стрелять. Так, берем. И последний левел. Этот ритуал нужно выполнить только ночью. Уже утро наступило. Серьезно? Радуси не спать. Ладно, вернемся, когда будет ночь. Я готов. Отсутствует две чистой крови, чистота пятого уровня для этой. Как же хорошо, что у меня и так было две чистой крови пятого уровня. Я думал, там только одна нужна. Оказывается, Настя, я еще лишнюю книгу искал полдня. У меня вышла одна лишняя книга, кучу лишней чистой крови. Из-за этого можно будет сделать кучу вампирских плачей. И максимальный левел, жги меня. Градуси внутри. Ты все-таки решила проверить, как это выглядит? Да. Это очень смешно. Поплыли? Поплыли. Далеко поплыло. Ладно, Настя, я прокончал 14 уровень. Все, у меня максимальный. Заряд темной крови. И в следующей серии я отправляюсь сражаться с бароном 1 на 1 пятого уровня. Так сказать, отнимать у него титул короля вампиров. Настя, тебя что-то атакуют. Ты снова проголодалась? Съешь человеческое сердце. В общем, не забываем. Если этот ролик наберет 23 тысячи лайков, то мы сразу идем записывать с Настей следующую часть. Также не забывайте смотреть другие видосы. Подписываться на канал, ставить колокольчик, лайк, там все такое. И ефчу пока, ребята. Всем пока. Пока-пока. Субтитры подогнал Игорь Негода.